ребята всем привет вы меня наблюдаете в машине а это значит что привет саша со мной рядышком но что ребят у меня саша немножко приболел он сходил в нашу поликлинику сдал анализы и ему дали направление сдать флюорографию нам надо исключить пневмонию так скажем ну проверить вообще легкие в общем мы сейчас едем в город нам надо сдать флюорографию ну и так пробежимся по магазинам может быть саша купит мне подарок саш ты купишь мне подарок на день рождения но я вам говорила что мы планировали что он мне подарит телефон но мы съездим посмотрим вообще если конечно что-то нам понравится то купим у меня новый телефон в общем как всегда беру с собой так все ребята мы приехали сейчас идем сдадим рентген и будем уже делать остальные свои дела сейчас в первую очередь надо в больницу чуть не упал а чё как как сделаем ну да сделаем нам вот в это красное здание надо так все ребят мы сходили саша получил заключение снимок мы сделали вроде супер чего-то страшного нету так что это уже радует сейчас я очень-очень голодная хочу кушать сейчас мы заедем быстренько купим шаурму и дальше по делам что хотела сказать ребят я такое услышала вы еще будете в шоке я просто в шоке в общем получается саша поехала ой саша пошел делать снимок а я села просто в коридорчике в зале ожидания сидела там и выждала она входе получается ну на входе в эту поликлинику стоит доктор с термометром и всем в лоб измерять температуру всем кто заходит я еще такая ну знаете когда мы зашли она измерила температуру саша дальше пошел а я вот же осталась в приемном покое ожидать я еще такая подумала ой как все-таки медицина у нас прям молодцы ну вообще никого даже с повышенной температуры не пропускают все подготовленные все это ну и сижу как бы просто в телефончик играюсь жду и тут к ней подходит другая докторша и они что-то болтают между собой а так как получается что они стоят прям но возле меня то есть вот в одном шаге от меня я ну подневольно я слышу весь разговор они прямо возле меня стоят ну и одна другой такая говорит тебе у тебя нету лишние маски ну они в этих в медицинских масках та говорит да нет нету откуда говорит тип того а она говорит а что такое у тебя же вроде есть она говорит да она у меня уже такая грязная вся черная говорит мне бы ее ну сменить уже вообще она вся уже замызгалась ну просто грязная сама по себе маска она горда ты не переживай я стираю свою маску ты когда ну домой больше типа после работы возьми ее с собой дома постираешь и опять оденешь она будет выглядеть почище а так то где то возьмешь горит масок масок нигде нету и короче как я поняла по разговору что ребят и в самом начале ну вроде как наверное это пошли все разговоры об этой как бы инфекции в самом начале всем медработникам выдали по маске и уже там месяц или сколько там не знаю полтора месяца они в одной и той же маски ежедневно работают представляете в той маске которая считается одноразовой медицинской маской насколько я знаю у нее срока как бы эксплуатации то ли три то ли четыре часа вообще считается что после трех часов ее использования она уже считается неэффективной они ее понимаете носят изо дня в день на работе одну и ту же маску она у них она у них уже пачкается и загрязняется они ее стирают позор ребят позор нашей медицине это ну я не знаю я еще могу понять что обычному человеку не хватило в аптеке медицинской маски но что у нас такая медицина что не может этими масками обеспечить даже элементарно медработников сотрудников но это реально это такой позор я сидела я просто была в шоке что они такое обсуждают что они в одной и той же маске ходят уже блин второй месяц и они ее дома стирают эту одноразовую маску короче все ладно ребят мы пошли купим себе покушать я потом к вам вернусь так ребята мы уже покушали сели очень вкусную швырму мы зашли в днс смотрим телефоны что тут муж но мы хотим какой-нибудь не сильно дорогой что у меня камера не фокусируется но фокус сейчас будем выбирать какой-нибудь нормальный у меня камера не фокусируется вообще фокуса нету фокус фокус прием а что у нас что у меня что у меня что у меня все это но что у меня что у меня В воде нужно называться просто, то есть это считается готовой веселью, то есть там помешивая, то есть там чуть-чуть послаживая, но у нас вот такая разница в какой нету вообще. А по камере? По камере здесь 48 на 8 на 2. Мне, мне, мне покажите. Так, ребята, как вам? Как вам пойдет? Чего там, блин, фокус этот не ловится? А сколько он стоит? Восемнадцать. Восемнадцать, а там минус три тысячи скидка еще. Пока еще не закончу, сейчас проверю. Кстати, вот этот вот нормальный. Скажи, какой ты хочешь мне купить телефон? Хонор 20. Хонор 20. Ну, Саша тоже Хонор. Хонор 9. У тебя Хонор 9? У него камера нравится. У него, да, и камера хорошая, как бы это, ну, он им уже достаточно давно пользуется, никаких проблем нету, то есть он как бы, все в нем работает, динамик, все в антенке, все. И хотим, как бы, тоже такой, ну, что, получается, по ценовой категории он недорогой, и, ну, так, в целом, вроде бы, по характеристикам неплохой. Так что я скоро буду с подарочком, сейчас определимся, я пока отключаюсь. Все, мы все купили, ребята, я уже села в машину. Та-да-да-дан, та-да-да-дан, я счастливый правообладатель новенького телефончика. Ну, это, получается, как бы подарок от мужа на мой день рождения. Вот мы купили, смотрите, телефон, защитное стекло и обычный прозрачный чехол на телефон. Итого все вместе, ну, эту флешку Саша себе взял для машины, итого все вместе за все мы заплатили 18 тысяч. Телефон был со скидкой, 3, по-моему, тысячи скидка была на телефоне, так что телефон мы купили по акции, по скидке запечатанный. Потом, в общем, домой приеду, я вам распечатаю, покажу, как он выглядит. В общем, я счастливучий человек, и я теперь опять на связи. Как говорится, и вновь с днем рождения меня! Мы уже едем там. В общем, я подумала, что я снимаю. Ну, я теперь приеду, покажу, что мы купили. Остановилась, знаете, я в этом начале. Здесь вот она уже показывала, у меня уже практически не было зрителей. И вот еще раз остановилась вам показать, потому что сейчас уже очень много новых зрителей, название нашей речки. Тот, кто сможет ее прочитать с первого раза и без ошибок тому 5 с плюсом! Просто 5 с плюсом! Итак, ребята, тадан! Кто умеет читать? Короче, кто ее прочитал легко и без препятствия на 5 с плюсом вам, ребята! Я до сих пор ее не могу так вот прям взять и прочитать. Вообще у меня нифига не получается. Ладно, все, мы уже скоро будем дома и я уже вам покажу, что мы купили. Что делаешь? Сообщение пишу. Что, поехали? Поехали! Все, ребята, мы дома. Что, я там вам попыталась заснять название речки, но... Но я когда говорила, вы вряд ли меня слышали, потому что был сильный ветер. Я хотела сказать, кто сможет прочитать с первого раза без запинок название речки тому 5 с плюсом. Если вы не расслышали, то говорю сейчас. Так, что, мы приехали. Сейчас я вам покажу... Барш, что ты завываешь? Сейчас я вам покажу, что мы купили. Ну, мы так по мелочи едем вот обратно и понимаем, что мы вообще никуда не заехали, куда планировали. Саша себя чувствовал достаточно плохо. Я пошла и говорю, мне надо купить тушь. У меня тушь... Ну, вы знали, да? Я покупала тушь, получается, последний раз, перед тем, как ехать к маме. Ну, вот в дороге я покупала. То есть, уже 2 месяца прошло. Естественно, она уже начала подсыхать и уже так красит не очень хорошо. И вот элементарно зашла в парфюм лидер. Пока я там себе выбирала тушь, все, Саша изменился. Мне плохо, мне нехорошо. Давай быстрей, давай быстрей, давай быстрей. И в итоге я думаю, ну, человеку плохо, что у него, наверное, и температура еще. Думаю, ладно это. Я, знаете, так в попыхах, в попыхах. И все в итоге это. Заходим, садимся в машину. Он говорит, все, ничего больше не надо. Я говорю, да ничего, все, поехали домой. И уже едем домой и начинаем вспоминать, блин, мы еще хотели постельное купить. Мы хотели новый комплект взять, чтобы он туда с собой брал на работу в командировке. Потому что этот уже какой-то не очень комплект. В этот хотели заехать в фикс прайс. Не заехали, в итоге забыли. Ну, вот это вот, знаете, когда человек болеет. Так, короче, ничего мы не взяли, так скажем. Забежали в продуктовый магазин. Быстренько купили. Я хочу завтра сварить борщ. Взяла небольшой вилок капусты. Майонез. Кофе был по акции. Томатную пасту, помидорка. Воду. Картофель, лук, морковь. Так, это я себе просто мармеладки взяла, свекла. Это к чаю Киткат. Сахар у нас закончился. Лимон. Это Саше пить чай с лимоном. Тут какие-то булочки интересные. Было написано на оценнике, что с ветчиной и сыром. Ну, не знаю, посмотрим. Взяла кубики маги на... Так, бульон с говядиной на косточке. Хочу попробовать. Так, копчености всяких взяли. Ребрышки копченые. Не знаю, может быть, просто так потом пожуем, похрустим. Может, не знаю, суп гороховый сварю. Посмотрим. А мандарин взяли. Ну, так как Саша болеет, ему сейчас надо витамины. Это что у нас? Вафли к чаю, шоколадка к чаю. Ну, и вот еще один чай получается с малиной. А этот барбарис. И вот забежала в парфюм лидер. Ребят, взяла себе всю серию. В общем, я вам показывала. В отпуске покупала вот эту полнометражку «Нет ножницам». Потому что я ее прям очень-очень... Ну, я не знаю, я в восторге просто от этого крем-ухода для волос. И вот сейчас зашли в парфюм лидер. Я смотрю, там вся серия. То есть есть такой же шампунь, бальзам и опять вот этот вот крем-уход для волос. Это уже после бальзама использовать. В общем, взяла всю линейку. Вот я шампунь и бальзам еще не пробовала. Но вот от этого вот средства я просто в восторге, ребят. Так что еще, если кто-то не пробовал, попробуйте. Волос просто шикарный. Так что, заканчивается у меня дезодорант. Взяла обычный «Леди Спитстик». У Саши заканчивается пена для бритья. Взяли ему одноразовые станки. Так, тушь взяла в этот раз вот такую. Вот такая вот. Ну, не знаю, попробуем. Но консультант советовала. Я говорю, я хочу какую-нибудь прям объемную-приобъемную. Она говорит, попробуйте вот эту. Она классная. Посмотрим. Взяли две новых зубных щетки. Одна вот салатовая, другая оранжевая. Это нам с Сашей просто обновить зубные щетки. Так, большой кондиционер для белья. Капсулы для стирки. Краску для волос взяла себе. Две упаковочки. Нету больше. Вот не знаю, тут написано, что пепельная. Я вообще обычно всегда гарнир красилась. Но я, когда покупала краску, здесь обычно модель была с веснушками. И вот на той краске, где модель была с веснушками, я точно знаю, что она окрашивает в пепельный цвет. Сейчас вообще, я уже сколько смотрю, я не могу найти ту краску. Я вот думаю, что, возможно, они поменяли формат. Ну, то есть, модели сменили. На этой написано пепельный. Попробуем. Не знаю, может быть, просто действительно поменяли модель. Так, это телефон, который мне Саша подарил. Взяла попробовать вот такую вот зубную пасту. Тоже в парфюм лидер. Вот так вот она выглядит, ребят. Она очень-очень маленькая. Но вроде как она заявляет себя, что будет очень-очень хорошо отбеливать зубы. Как вы знаете, я в пожизненном поиске супер отбеливающей зубной пасты. Ну, вот смотрите, вообще такая вот маленькая, небольшая баночка. Стоимость вот этого вот баночки зубной пасты, что-то около 300 рублей. Ну, я решила попробовать. Не знаю, вдруг, вдруг да получится. Потом, если что, я вам оставлю отзыв. Фигня или не фигня, так яйца. Что, ну и в принципе все. Телефон. Давайте вам открою, покажу. Ну, мы смотрели какой-то не супер дорогой, ребят. Так как на супер-супер дорогой у нас нет денег. Этот телефон стоил 15 тысяч. Но он шел со скидкой. То есть на него была акция 3 тысячи скидка. Так он стоил 18. Но мы взяли за 15 тысяч. Вот так вот он выглядит. Отлично, замечательно. Еще сюда, конечно, надо вставить сим-карту. Я еще не вставляла. Ну, Honor. И вот я говорила, взяла на него стекло и чехол. Три камеры. Ну, мы там в магазине пробовали. И фронтальная такая камера вообще снимают просто замечательно. Очень-очень четко фотографируют. Очень четко снимают видео. Так что я довольна. Ну, мне, в принципе, знаете, у меня вот до этого, который телефон был, у него вообще камера никакущая была. Я, в принципе, телефоном пользуюсь, знаете, просто чтобы позвонить. Так-то особо мне вот эти вот какие-то супер-супер навороты мне никогда не были интересны. Но сейчас, так как мой вот этот старый телефон отказывается звонить, надо было взять новый. Ну, и уж раз решили взять новый, то, естественно, смотрели такой, у которого бы была хорошая камера. Ну, чтобы, если что, сфотографироваться как-то удачно. Либо, может быть, если вдруг не окажется камера под рукой, ну, вот этой стационарной, что, может быть, какой-то момент захочется заснять. Я тогда засниму на телефон и добавлю вам в влог. Видео с телефона. В общем-то, и все. В ближайшее время планируем еще одну поездку в город, так как у Саши очень-очень сильно болит зуб. Нам надо, плюс, посетить стоматологию. Но сейчас мы не можем посетить, потому что он, во-первых, постоянно кашляет. В общем, в таком состоянии лечить зуб – это, ну, это вообще бред-бредовый. В общем, как Саше станет полегче, как он у нас выздоровеет, мы съездим в стоматологию вылечить ему зуб и уже купим все то, что планировали купить, потому что в этот раз как-то состояние было не то. Сейчас что? Завтра я, наверное, буду… Я вам обещала, что почищу с вами свою духовку. Завтра, наверное, вот встану готовить суп. Может быть, что-то на вторую еще приготовлю. Будем с вами готовить, будем чистить с вами. Так что это все будет завтра. Сегодня мы устали с дороги, я сегодня ничего делать не буду. Так что вам всем спасибо большое за просмотр и до новых встреч!